Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 5 сентября в крестово-сдвиженском храме на острове Ахтамар Западной Армении будет отслужена литургия. Армянская сторона не открывала огонь по позиции, расположенной в Шуши. Ответ армии обороны Арцаха. Турция превращает Южный Кавказ в логово терроризма. Откроет для себя достопримечательности Западной Армении. Райские курорты Тигранакерта. Археологические раскопки в крепости Хасан-Кей в Западной Армении проливают свет на историю. Осенью Армения стала одним из самых популярных направлений для российских туристов. Александр Спинзерян 150. Мероприятие и концерт в Юмри. Завершена подготовка к ежегодной литургии в храме Святого Креста на острове Ахтамар на озере Иван в Западной Армении. Об этом сообщает Ван Говернер. Литургия состоится 5 сентября в 9 утра. Во время литургии был остров будет закрыт для посетителей с 9 до 12 утра. Для участия в литургии на остров может приехать только ограниченное количество предварительно зарегистрировавшихся лиц. Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что 3 сентября между часом и двумя часами ночи армянская сторона обстрелила одну из позиций, расположенных в Шуши, после ответных действий понесла потери и отступила, это еще одна дезинформация противоположной стороны. Об этом сообщает пресс-стужба Министерства обороны Арцахской Республики. В Министерстве обороны Арцахской Республики заявили, что подразделения армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня и припринимают ответные действия только для предотвращения провокации противника. Вывод партнеров США и НАТО из Афганистана, особенно Турции, вызвал волну эмиграции с недавно сотрудничавшими гражданами и силами. Помимо содержания войск в этой стране, в течение многих лет Турция сформировала в основном тюркоязычные группы. В последнее время также существуют различные террористические группировки Аль-Каиды, которые потерпели некоторые преобразования за последние 20 лет. Естественно, Анкара не хочет перемещать эти военизированные террористические группы на свою территорию, но по возможности размещает их в регионах, где у него есть незавершенные дела. Самое удобное для него место оккупированной территории Республики Арцах, и весьма вероятно, что этот процесс уже начался. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Папаян недавно заявил News.am. Эта часть боевиков Аль-Каиды срочно дислоцируется на оккупированных Азербайджаном территориях Республики Арцах. Мы видим продуманную геополитическую линию, на которой активно используются радикальные террористические силы. Для того, чтобы сохранить то, что происходит, они распространяют информацию о якобы переселении афганских беженцев в оккупированную часть Арцаха, заявил Давид Папаян. Материал полностью доступен на нашем сайте. Природные горячие источники Тигранакерской области Западной Армении, исцеляющие сотни лекари косинек и ущелья, новый путь для альпинистов или вытерей рафтинга. С его легендарной историей и сказочными гензерами возможно увидеть сокровища водопадов-близнецов и природную пешеходную трапу, которая находится в центре внимания туристов. Термальная провинция Тигранакер, занимающая важное место в гидротермальном и природном туризме, привлекает внимание тех, кто ищет место для отдыха, желающих укрыться от жаркой погоды выше 40 градусов и напряженной повседневной жизни. Дорогие соотечественники, если вы еще не побывали на нашей родине, а конкретно провинции Тигранакер Западной Армении, сейчас самое время отправиться и насладиться чудесами природы. В ходе раскопок были обнаружены исторические находки в замке исторической провинции Хасан-Кейф, провинции Батман Западной Армении, одной из старейших поселений в мире. Начались археологические раскопки в замке Хасан-Кейф, одном из самых важных памятников в истории человечества, с 12 тысячелетней историей и непрерывной продолжительностью жизни от седневековья до наших дней. Раскопки будут проводиться группой экспертов во главе с доктором Зайка Эрдал. Зайка Эрдал, отмечая, что Хасан-Кейфу 12 тысяч лет, заявляет, что только нижняя часть древнего города покрыта водой из недавно введенного в эксплуатацию резервуаров провинции. А верхняя часть города, которая когда-то была столицей провинции, стоит как была. По словам Эрдала, одно из важнейших сооружений крепости Хасан-Кейф, сохранившееся от прошлого до настоящего, это секретная дверь, примеров которой в Западной Армении очень мало. В замках были секретные двери, которые использовались для эвакуации как членов семьи, так и важных фигур в замке или представителей общественности в случае нападения или штурма замка, сказал Эрдал, имея в виду Хасан-Кейф. В замке есть дверь, которая везет в долину, и эта дверь сохраняет свою первоначальную структуру. Осенью российские туристы решили отправиться в два направления. Армения и Кыргызстан стали самыми популярными местами отдыха в бархатный сезон. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса ТУТУ. По оценкам аналитиков, соседние страны являются лидерами по количеству бронирований в сентябре и октябре, а на Армению и Кыргызстан приходится почти 30% об общего количества билетов. Молдова, Узбекистан, Беларусь, Греция, Кипр и Болгария также входят в список стран, пользующихся спросом у туристов. 4-5 сентября Дома-музея Александра Спинделяна приглашает ценителей искусства в Гюмри в рамках музыкального фестиваля Александр Спинделян 150. Как сообщает Армен Пресс, об этом говорится в заявлении Министерства образования и науки Республики Армения. 4 сентября в 15.00 в Малом Зале Гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории состоится митинг-лекция «Спинделян» в Армении. Далее концерт с участием студентов консерватории Еревана. 5 сентября в 8 вечера во дворе Гюмрийского музея народной архитектуры и городского быта состоится концерт под открытым небом. В концерте примут участие известные музыканты и артисты, сказали в ведомстве. Фестиваль организован при поддержке Министерства образования и науки Республики Армения, а также по инициативе Дома-музея Спинделяна. Далее для вас Хачатур, Хачатриан, Терноции. Далее для вас Хачатриан, Терноции. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...